Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Очень сильно обидела мужчину в порыве эмоциональности, написала то, что нельзя было говорить. Инициатором ссоры была я. Написала, что он мне не нужен, задел его самолюбие, но на самом деле я его очень люблю. Он очень ранимый, я попросила прощения, понимая, что слов недостаточно. Он молчит уже неделю, заблокировал меня, не хочет со мной говорить. Очень хочу помириться, но как не знаю, что делать в такой ситуации. Ну вообще говоря, не мешало бы контекста для начала как-то увидеть. Потому что я думаю, что дать вам более-менее такой корректный ответ здесь довольно затруднительно. Довольно затруднительно. С учётом того факта, что нам неизвестны вообще-то обстоятельства, которые привели, скажем так, к этой ситуации. То есть, если бы вы написали бы подробнее историю твоих отношений, если бы вы написали бы подробнее то, что между вами общего, то, что вас связывает, то, как вы взаимодействуете с мужчиной, то было бы лучше, можно было бы понимать, о чём идёт речь. Это первое. Второй момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Второй момент. Это довольно важный момент, потому что вы говорите об обиде и о чувстве вины, скажем так. Да? Значит, в первую очередь, у вас есть, так скажем, противоречия здесь. То есть, вы вроде бы как. Да? Вроде как вы. В то же время, в то же время, речь идёт о том, что вы, так скажем, раз, вот, эмоционально, да, ну, достаточно эмоционально себя повели, значит, вам, вот, что-то, ну, не понравилось, да, значит, вас что-то разозлило, вам было, эм, что-то неприятно, вам что-то не нравилось. И, судя по тому, что вы описываете, я думаю, что вы себе это сдерживали. Вот. Я так думаю, по крайней мере, да, вы сдерживали и не позволяли себе это выражать. Потому что это говорит об отсутствии, эм, э, ну, доверия, об отсутствии доверия между вами и мужчиной. То есть, иными словами, вы не говорите, эм, ну, как бы, друг другу, вот, о том, эм, что, что вас беспокоит, о том, что вас тревожит, и так далее. То есть, это, как бы, вопрос к формату, эм, ваших отношений. Это вопрос к формату вашего взаимодействия. Это нужно понимать. Вот. И, э, помимо того, что, если, э, человек раним, то ваше, эм, так скажем, ваше чувство вины, э, еще больше причиняет ему, э, э, какого-то страдания, да, потому что, ну, вы ведете себя так, как будто вы виноваты, и, соответственно, вас очень хочется, хочется виноватить еще больше. Так вот, помимо этого, чувство вины связано с тем, что где-то были нарушены личные границы им по отношению к вам. Вот. Но вы пытаетесь все это обесценить. То есть, с просьбой о прощении вы аннулируете все то, что вам, вам важно, э, и игнорируете, в общем-то, некоторую проблему, да? Вот. Поэтому, э, в первую очередь, для того, чтобы у ваших отношений, а было адекватное будущее, необходимо сформулировать для себя, э, чего вы хотите, что вам было важно в этом конфликте. Вот. Да? Что послужило поводом, причиной для того, чтобы говорить такие ужасные, как вы говорите, силы слова. Вот. То есть, возьмите на себя ответственность за то, что произошло. Сейчас вы с этой ответственностью, на мой взгляд, боретесь. Вы пытаетесь от нее убежать. Это, мягко говоря, деструктивный путь. Вот. Дальше. Э, э, вы пишете о том, что он ранимый, и так далее. У меня здесь сложилось впечатление, что вам его жалко. Э, 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 это чувство отталкивает людей достаточно сильно. Поэтому, если вам его жаль, то с этим нужно поработать отдельно. Вы пишете, очень хочу помириться. Зачем? Понятно, зачем, чтобы быть с ним. Но, давайте подумаем, опять же, что это довольно общая фраза. Ведь помириться, это означает выяснить что-то. А, неизвестно, разблокирует вас мужчина или нет. Встретитесь вы с ним еще или нет. Вам нужно как-то дальше существовать. И, очень важно разобраться в своих чувствах, в чувстве вины, как я уже сказал. Э, в том, что вы хотели бы, и так далее. А также в том, э, э, чего вы хотите конкретно для мужчин. Вот, ну, вы же понимаете, да, что, если вы пишете, что я его очень сильно люблю, на самом деле, но задел его самолюбе, значит, речь идет о неком внутреннем конфликте. Вот. И нет гарантии, что если вы помиритесь, например, то этого не постарится. Поэтому, в первую очередь, этот конфликт необходимо проработать. Для чего нужна вам эмммм индивидуальная консультация со специалистом, которого вы можете выбрать, в том числе, на нашем сайте. Вот. Поскольку ваш вопрос общий, то, думаю, что и у меня есть эмммм право ответить вам достаточно общее. И сказать, что мне показалось, что вы боитесь человека потерять. Если вы боитесь человека потерять, это означает, что он вам нужен для чего-то самой. Не просто я хочу тебе что-то давать, я хочу тебе что-то дарить. А именно, он вам нужен. И то, что вы его так сильно обидели, говорит о том, что эта потребность не удовлетворяется, он не оправдывает ваши ожидания. это напоминает зависимость. Когда, например, человек, зависимый от алкоголя, уходит в очередной запой, после которого у него начинается период раскаяния. Вот у вас такой же самый сейчас период раскаяния, где вы отказываетесь от своих притязаний, не отказываетесь от своих желаний, потому что понимаете, что человека можете потерять. Пройдет время, вы будете снова вместе, ваши желания как бы следуя своей иерархической природе вновь дадут о себе знать. Если вы будете к этому не подготовлены, то конфликт повторится. у человека появляются ожидания от другого в том случае, когда он ответственность перекладывает за них на другого. И это вкупе с тем, что вы не принимаете ответственность за себя, за то, что вы хотите. Вот. И, по сути, готовы это обесценить. Вот вкупе с этим это формирует некоторую общую картинку, с которой нужно работать. Отправной точкой для исследования себя является то, что вы можете прямо сейчас спросить, что я чувствую зная, что мужчина может больше вам не написать. Например. Да, или что я чувствую, как бы, знаю, что он заблокировал. Вот. Я бы здесь сформулировал бы еще такой момент. если человек ранен вы довольно спыльчивый или эмоциональный, то подходитесь ли вы друг к другу. Потому что если вы эмоциональный, то вряд ли ситуация изменится. Я имею ввиду вот в отношении вашего поведения. Да, это можно скорректировать, но как бы совсем, например, безэмоциональный или как бы совсем спокойный, конечно же, вы не станете. Да, можно лучше обращаться со своими эмоциями, но это время. То есть психотерапия это время. То же самое касается мужчины, а считает ли он ранимый с проблемой. Вот. Поэтому вопрос того, насколько вы подходите друг к другу и повторюсь, что между вами общего, очень важно. На этом все. Вы описываете, знаете, еще в чем противоречие, вы описываете довольно серьезную вроде бы проблему, но как-то коротко, очень общее, без какого-то конкретика, как будто бы не хотите что-ли вникать в эту ситуацию. Ну, вы же понимаете, что общих универсальных ресурсов нет. Всегда есть нюансы, особенности личности, индивидуальности. Странно здесь. Я буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать с собой работу. Удачи вам, всего самого доброго.